Всем привет! На связи Культурный Центр Порт и это очередной выпуск онлайн-модификации нашего культурно-просветительского проекта «Волшебная гора», во втором сезоне которого мы рассказываем о наиболее интересных и знаковых художниках Сургута и их выставках, состоявшихся в порту в разное время. Героем сегодняшнего выпуска станет, пожалуй, самый интересный и парадоксальный сургутский художник Евгений Сергеев. Поехали! Евгений живет и работает в Сургуте. Он необычайно плодовит, может за один вечер написать несколько десятков картин. И в этом нет ничего странного, ведь его излюбленный инструмент — это классический олдскульный восьмибитный пейнт. При этом художник пишет и классические картины на холстах, а также занимается дизайном одежды и всячески экспериментирует со всеми возможными поверхностями и материалами. Как ни странно, а может быть и вполне закономерно, его цифровые работы пользуются определенной популярностью в Японии. Его стиль — экспериментальный примитивизм, сдобренный психоделическим буйством красок и образов. Сюжеты работ от смеси фантастики с психоделикой до вполне злободневных и актуальных. Одни не видят в его работах никакой художественной ценности, другие восхищаются его бескомпромиссности в вопросе преодоления различных шаблонов и правил. В любом случае Евгений Сергеев — это целое явление, причем явление наше, сургутское. Мое знакомство с Евгением произошло несколько лет назад, когда он внезапно возник в порту и сходу предложил принести к нам в культурный центр большой манекен и разрисовать его. Этот перформанс мы провели на шестилетии культурного центра порт в ноябре 2018 года. Тогда же мы открыли его первую персональную выставку «Цветные кляксы в пространствах Мэ и Жэ». Как нетрудно догадаться, под пространствами Мэ и Жэ подразумеваются соответствующие туалеты. В 2014 году мы решили создать в порту дополнительную экспозиционную площадь, пусть и такую специфическую, ибо основных выставочных площадей у нас не очень много и бывает, что посетитель уходит недокультуренный. Первые четыре года мы проводили в туалетах различные тематические выставки типа инстафото или выставку логотипов различных портов мира, а в 2018 году решили сделать в этих пространствах и персональную выставку. Как ни странно, Евгений Сергеев с радостью воспринял наше предложение, как вы понимаете, весьма специфическое, ведь выставка, несмотря на обстоятельства своего расположения, экспонировалась целый год. Об этом проекте Евгений расскажет нам сам. Женя, привет! Выставка «Цветные кляксы» была самой масштабной и мощной выставкой, которую только можно себе вообразить. Было представлено больше сотни, по-моему, работ, и экспонировались они целый год. Это круто вообще, это мощнейший старт для любого начинающего художника. После выставки «Цветные кляксы» я участвовал в коллективных выставках «Пейнт» и «Снео-Сургуте». «Снео-Сургуте» — это были уже такие картины, нарисованные на холстах в реальной живописи. Мне нравится больше электронная живопись, так как тут есть возможность четко выбрать цвет, и очень быстро все рисуется, и распространять ее по всему миру проще. Потому что человек видит не фотографию картины, а саму картину, оригинал, что психологически интереснее зрителям. Также у меня были выставки в галерее современного искусства «Стерх». Там экспонировались дизайны авторской одежды, сделанные на основе моих рисунков. И выставка художников-социопатов в галерее «Левая нога», город Томск. В таком формате на экране проектора прокручивали слайд-шоу моих картин во время выставки. После открытия выставки «Цветные кляксы» Евгений Сергеев стал принимать максимально активное участие в жизни культурного центра «Порт». Он участвовал практически во всех наших коллективных выставках. А когда мы придумали большой коллективный проект цифровой живописи «Пейнт», нарисованный исключительно в этой программе, Евгений самоотверженно связался с огромным количеством художников, работающих в этом направлении, и пригласил их участвовать в проекте. В итоге в выставке приняло участие более 20 авторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Кирова, Харькова, Тюмени, Красноярска, Костромы и других городов. В заключение сегодняшнего выпуска предлагаю посмотреть работы Евгения Сергеева, естественно, под аккомпанемент восьмибитной музыки. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч, приятного просмотра, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok